Девушки отдыхают 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 самое удобное. Кто что выбрал? Расповедайте. Я всегда хотела научиться плести косы, но не получается у меня этого. Я плюнула и имела такую возможность, только заходя в какие-то специальные салоны, где плетут косы. В инструкции я прочитала, что с помощью этого приспособления можно легко и быстро заплести косы и, не задумываясь, выбрала его. Далее. Девчатка, час для меня это просто золото. Инколи треба вот такий начосик, зробить пешноту за 2 секунди. И завдяки самому такому пристрою, я думаю, что у меня все вийде. Это для начоса? Так. Ну и плюс, как я ранее сказала, это не шкодить нашему волосу. Лилечка. Я снова таки взяла то, что может сподобаться дитине, так. И очень люблю все ляки кублики, дульки. Дуже цянуют час и очень люблю зачиски, которые делаются швидко. В инструкции написано, что завдяки этому засобу можно сделать очень быстро такий кублик. Кублик. При том, что мне кажется... Ну, сейчас мы будем тестировать, а я прокоментую. Я буду мерять час для того, чтобы мы могли бы объяснить, какой пристрои все-таки швидше. Но я понимаю, что это зависит не только от пристроя, но и от зачиски. Тут можно делать, как в один бік закручивать, так, и у нас кублик будет або вверх, або до гори дригом. Вот так вот. В инструкции есть десятки вариантов цієї зачиски, потому что там можно делать все ляки спирали, я не знаю, ну... Знову ж таки, я думаю, что залежит от довжины волосся, ну и от фантазии. А ты оберешь нескладно, чтобы швидше сделать. Так, ну что? Можемо? Лилюсенька, для тебя дзеркальце. Да, мне не нужно. Сейчас пішов. Я тебе разверну. Ой, слушай, как классно. Так, вот так, вот так, и... Да, выключи, 15 секунд! Понял? А, я не справлюсь со своей стороной. Я уже проиграла. На самом деле 18. Я вам скажу, что простую резинку не сделаешь так. Ты так не сделаешь, да. А тут, до речи, дуже... Это какая-то фигурная зачиска вышла. Нет, Лилечка, не убирайте локоны, как раз так стильненько. Такая училочка немножко. Меж іншим, так, локончики можно залишить. А ну, давай теперь зараз. Ну, оттепер можешь на себе поделиться. Слуха, мне подобаются. И мне нравится. И, до речи, по відчуттям, воно дуже гарно тримает, так. Достатньо мецна, так. Класс. Дуже стильно. Я понимаю, чему Лиля обрала саме цей пристрей. Вона робит только из детства. Она же гимнастка в минулом. Мне вот интересно, с очень длинными волосами, такая причесочка возможна, или она так быстро развалится? Трошки довше робить. Хочешь спробовать? С длинным волосом, навпаки, будет лучше. Я заберусь с собой. Класс, да. А без этого пристроя, Лиля, погодься, было бы дольше. Вот, если шпильки, что я... Я думаю, что так, звичайно. Хочу я и майстер вселяких кублоков, дуля, как ты говоришь. Но все равно я делаю ее дольше. Потому что сначала нужно завязать хвостом, а потом шпильками это все обгорнуть, под колом. Ой, нет, это не для меня. Прекрасный. Дякую, Оля, будь ласка. Так, Лилюсенька, переймаю эстафету, девчатка. Беру свій пристрій. Я не гарантую, что это будет так быстро, потому что, в принципе, рука еще не набита, но я постараюсь. Отже, такими зубчиками... Формы головы. Так. А можно еще рожками поставить вот так? Вони есть разных форм. Есть больше, а есть меньше. И для того, чтобы вы слышали, какой объем вы хотите сделать, я вообще не люблю, когда ты делаешь такую бабетку легенькую, когда она прилизана. И для этого ты чешешь свои волосся, потом еще купа лаку. Ну, а это катастрофа. А благодаря этому пристрою, я уже начинаю, да? Я могу сделать бабетку без начоса. Я задивилася и забыла про час. Так. Отделяю эту частину волосся. Ось эту частинку. Не помогай. Для Люся. Так, и кортить, да? Трошки допомогти. Можна, в принципе, и полностью прибрати волосся. Ну, я так, чтобы живее было. И беремо эту частинку. Отделили. Можна там фиксировать. Сейчас мы будем тестировать. Его будет тримать волосся. Тому, дивиться, не начисываючи, я накрываю. А, и вот объем дъявляется. И вот объемчик у нас. Ты накрываешь волосся. Я накрываю. Знаете, я пригадала, колись бабуси такие очосики тримали. Знаешь, это сбирали? Да, да, да. Збирали очосики. И туда, значит, тут очосики вкладали. Туда все, что угодно. Яблуки, груши, чтобы только вот такой объем был. Кукурузу наматывали. Так. И фиксуем. Кукурузу. Это я придумала. Я думала, наши бабушки консервные банки навіть туда вкладали. Просто у наших бабушек однозначно не было таких замечательных гаджетов. А час и идет. А час трошки довше, Лилюся. Ну, извините, я ж не хочу начисувати. Вже півтори хвилинки. Я борюся не за час, Надюсик. Я борюся за здоровье своего голоса. Падедня, Падедня, додає відчуття корони на голові. Так. Ну, воно там, корона є. Так, Надюсенька. О, дивись. Стоп! Стоп! Одна хвилина, 40 секунд. Ну, извините. Це швидко. Це дуже швидко. Для такої зачиски. Надюсик, і набагато швидше, ніж, скажімо, я б начисувала і підставляла ще туди шиньони і треси. А так, для ролі якоїсь, так, я виходжу. Таке елегантно. Ти що, гарно. Напитись голосу твого, того закоханого струму, і так далі. Дівчата, оплески. Бравіся. Але треба ще протестувати, чи не випаде вона. Будь ласка. А, вона чи волосся? А, вона. Солочко, дивись, дивись, дивись. Ні, 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 ти ж знаєш, я згрублю існує. А, випробування. Ми вже. Випробування роби. Божественно. Дякую. Некрасно. Анечка. Прошу. Чого ти безнастроєнь. Ти безнастроєнь. Якщо честно, я поняла, що я не умею, не змогу, і як-то, видимо, з цим у мене вже не зав'яжеться, з тим, щоб робити себе прічіскі на длинні волоси. У мене була ідея одна. Ухажувати хорошо за своїми волосами, щоб вони самі по себе виглядели хорошо і шикарно. Помил і пошел. Прости, дорога, але коли жінка так довго о чем-то говорить і не приступає к делу, вона явно боїться. Не бойся. Це правда. Ми тебе підтримуємо. Кака там інструкція? Що треба робити цим приспособлямам? Кажеться, що дуже просто, все легко, так, по-крайні мере, описувати, але я не уверена. Я навіть видела в видео, там девочка заплелась буквально за одну минуту. Я попробую це повторити. Засекаю время. Мені нужно взяти вот таку прядь волос і зацепити її за вот такий зигзагик. Надя, встанови время. Оп, так. А потім я беру прядь, 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 прядь. Беру, 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 а время-то йдет. Ой, смотреть даже больно. І зацепляю її за загагулену. Так, довертаю. Нам же ж теж цікаво, як тут все відбувається. Беру прядь с обратної сторони. Так, клас. І тоже как-то там пытаюсь зацепити за загагулену. Не просто, девочки. Мені дуже неудобно, во-первых, потому що я не понимаю, перешагнула ли я одну загагулену, або я цепляюся за ту же. І, в общем, це, откройно кажучи, самостоятельно делать неудобно. А час і дэв. Я надіюсь, наказання буде не сильно строге. Знаєш, я зрозуміла, що тут має бути принцип колоска. Ой, чувствую, що я буду продовжати все-таки просто мить голову, розчувствувати і виходити. Ні, треба доделати, щоб ми поняли. І на осліп зробити це дуже складно, виявляється. А коли в мене мала дитинка, Ти на жалості не даві. Там у нас є час. Півгодини вже. Півгодини. Дівочки не торопяться. Все, мені надаєло. Мені особисто цікаво. Я можу спробувати? По-перше, тут треба розплутати. За рахунок оцих спіралей, воно має бути в вигляді колосок. Правильно? Тим більше, що Лілюся плете їх для своєї діанки практично кожного дня. Так, Лілюся? Так. О, Лілечка, так приєтна. Я посплю. Попаш, якщо я це роблю. Ми робимо висново, що самому зробити не можна. Може, хтось і зможе. Колосок запустую. Колосок, я не набагато легше. Ніж скористатися оцем пистіру. Мені так. Я б вже три колоска запустила. Можливо, я своєму сину відтрачу волоси і буду тренуватися. Або ти можеш народити дочку для цього. Як варіант. Боже, сонечко, просто супер. Лілечка, виходить красивий або очень красивий? Знаєш, виглядає дуже гарно. Дуже красивий. А дай мені розіночку. Так, будь ласочка, допомога. О, дівчата, але гарно вийшло. О, ну нарешті. Нарешті, добре. Оп. А якщо ж зробити ось так підгорнути і ось так ось, так? Ну, зроби кисло. І нацепити два ваших гаджета сюди даже? Не, ну можна, можна. Дві шпилечки. Як це буде елегантно? Пішла творчість така. Так, готово. Оно. І тепер ми підведем ітоги. Виставим балли по нашим собственним ощущениям. Анечка, на твою прическу ушло чуть більше полчаса. Це, звісно, не результат. Ставим прочерк. Ні одного балла. За Лилечкину прическу, вернее, приспособление, которое она использовала, скорость максимально і три балла. І у Оленьки це два балла. Хоча можна було б і три поставити, да? Быстро. Два так два. Легкость іспользовання приспособління. Як вам кажеться? С учетом того, що це складно, я не хочу ставити никаких баллов. Мені це неудобно. С маленьким дебінком я прическу таку роблю не буду. А я в своїй зачисті все ж таки виставляю три балли. Тому що результат ж є. Є. Ого. Що це за гусень? Надя. Так устроена жизнь женщины, що приходиться в самых трудно доступных местах бувать. Вот представьте, надеваємо что-то, какую-то одежду, водолазку с узким горлом. Или снимаємо свитер, или шапка туда-сюда. І вот я симпровизировала. Мені кажется, що це труба, подходящий іспытательний поливод. І це однозначно лучше водолазки. Так, а може там походу будуть. А вот сейчас ми проведемо. Слух, дощ, водолазка. Я попрошу двоих придержати, а Лилечка, наверное, начнете. Ну давай. Лилюсенька, мы тут тобі тримаем. Там реально якісь стрічки. А ну я зазерну. Це ускладнення. А ти теж будеш? На живілки качаєте. Там ніхто не вискочит. Ну що, кублик мій, тримайся. Ніхто не вискочит. Я не знаю. А ну, дівчата, а ну так, давайте. Лилюска! У! А у мене такий відкривається тут. Та це швиденько так сталося. Ты шо? Ну таки, ти смотри. Супер. Браво. О! Олечка! Так, дівчатка, я готова. Так, треба підтримати Олю. Треба підтримати Олю. А ну. Надюсик. Я поповзла, я поповзла. Королєвна. Зараз сукня Максі перетвориться в сукню Міні. А зачиска буде на місці. Щось щепляє. Ты сказала, что это будет легко, но на раз... Иди, Олю! Корона не впала. Корона на месте. На месте. А сухня Макси? А, Макси. Лише Макси. Трешки зачепились. О, смотрите, клок висит. Ага, что это? Все тримается. Дуже однако. Ладно. Ой! Как ты там, сонечко? Девочки, что-то мне как-то не очень. Надя, иди, рятуй. А, я думала, переверку. Ой, молодец. Браво. Кубик, который Оля делала, что-то он развалился, а мой колосок держится. Колосок держится. Ты зря сомневалась. У тебя отлично сохранилась прическа. Впрочем, как все три прически, которые мои подруги сегодня сделали. Все, мы повернули хвист. Таким образом, еще три балла в копилку каждого из приспособлений для укладки. И еще один важный критерий – цена. Поскольку я сама делала закупку, так скажем, я вам сейчас и сообщу, что сколько стоит. Приспособление, которым пользовалась Лиля, стоит 50 гривен. Змейка, которую Аня использовала – 30 гривен. Оля, и твое приспособление – 75 гривен. О, ну все же таки. А у меня она и бюджетнейшая зато. Поскольку это самое дорогое приспособление – один балл, для Лилечкиного – два балла и три балла. На этот раз победа в категории у приспособления, которым пользовалась Аня. Подводим суммарные итоги. Лиля получает 11 баллов. Оля – 9. Аня – 6. Мы так старались, девчатка. Ну ноль-то никто не получает. Супер. Значит, в принципе, этими приспособлениями можно пользоваться с большим успехом. Только нужно выбрать то, которое вам идеально подходит для вашей прически. Спасибо, вы такие волшебницы просто. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова